привет друзья на канале нет ничего удивительно что я под капотом и что-то опять снимая вот дело в том что данном автомобиле пропала искра не потому что мы мыли двигателя потому что что-то произошло с катушкой 1 1 свечник не был до конца одет на свечу и скорее всего сгорела катушка в общем этот автомобиль мы готовим для снятия видео для а про она оффроуде honda crv заблокированным задним дифференциалом да вы не ослышались я хочу установить дифференциал сюда lsd блокировку который успешно купил на алиэкспресс вот и хочу с вами поделиться этим мы уже поставили сюда грязевую резину практически все уже сделали вот и теперь проблема заключается в том что у нее нет искры значит что я хочу сделать я хочу снять трамблер замерить на нем напряжение проверить действительно ли это в нем проблема и если что то просто заменить катушку если нет то тогда у меня есть на запчасти трамблер который имеет своем наличии не 9 контактов как здесь и круглую фишку а квадратную фишку и 8 контактов и сниму для вас видео как можно из одного трамблера сделать по сути другой у меня уже было на канале видео про то как это делается вот как я это показываю сами разъемы в середине а сегодня придется разбирать все фактически до основания ну что же давайте приступим к разбору самого трамблера и и Продолжение следует... Очень просто. Уже когда все на столе, может быть чуть неудобно делать это с проводами, не снятыми, но хотя бы потом не будете вспоминать, как они у вас стояли. Продолжение следует... Набираем ее в сторону к нашему поршню. Так, далее. Ну, нет, не секрет, здесь есть бегунок, его нужно... Открутить. Сняли болтик. Теперь снимаем сам бегунок. Кстати, раз вы уже здесь, то обязательно обратите внимание на его состояние. Если вот он такой, видите, прогоревший, есть такие вот на нем явные места, значит его нужно заменить. Или, если же есть какие-то зеленые отложения, их надо счистить. И то же самое здесь в крышке. На вот этих контактах, если вы уже и там, видите, белый такой, как типа окись. Вот она, видите, какая белая. Ее тоже желательно счистить. Потому что, может быть, кстати, в этом быть причина того, что нет искры на данной катушке. Так, вот что мы здесь видим. Сейчас будем мерить напряжение на этой катушке. Сначала я ее откручу. Очень сильно она у меня зажата. Поэтому нужно использовать хорошие головки на отвертке. Потому что рискуете сорвать грани и потом вообще не открутить. Что, если серьезно сказать, может быть серьезные проблемы. Так, открутили два этих контакта. Тут не ошибетесь однозначно. Один длиннее, один короче. Забрал в сторону. Теперь откручиваю болты, которые вот здесь вот на корпусе. Хорошо, открутил. Выняли. Вот, по сути, наша катушка. Теперь нужно осмотреть на предмет ее пробоя. Ну, пробой сразу можно увидеть. Вот в этих местах какие-то такие есть затемнения, зампомутнения. Вот что-то белое такое. Это и может быть, как могут быть как раз те места, в которых катушку, так сказать, прострела. Но теперь нужно ее замерить. Пойдем, возьмем тестер сюда и проверим. Итак, вот мы и добрались до катушки. И первым нашим действием, как обычно мы делаем, лезем в интернет. А в интернете мы что должны узнать? Мы должны скачать сервисный мануал, по которому и определим рабочая катушка или не рабочая. Итак, Honda CR-V сервис мануал. Вот он у меня в хроме открыт. На странице 4.20 есть такое Ignition System, Ignition Coil Test. Ignition Coil это наша катушка. Вот, по сути, она перед вами находится. Если взять ее таким образом, мы увидим, что терминал А это это контакт, терминал В это вот этот контакт, и Secondary Winding Terminal это туда, куда, по сути, вставляется, уже откуда пойдет из краныша. Что нужно сделать? Нужно взять тестер и замерить напряжение между терминалом А и терминалом, сопротивление, извиняюсь, сопротивление между терминалом А и Б. И оно должно быть в этих пределах. От 0,63 до 0,77. Берем самый простой тестер, купленный за 50 гривен, между прочим. И выставляем между терминалом А и Б. Что у нас здесь показания? Показания отличаются от тех, которые должны быть. Должно быть 0,63 до 0,77. А у нас 1 и 1. Дальше берем вторичную обмотку. Мы должны 1 запитаться сюда на терминал А и вторичную обмотку. Что и делаем. Но перед этим выставляем наш тестер в режим 20 кОм. И меряем. Должно быть от 12,8 до 19,2. Что же у нас есть? 11,2. То есть показания не меньше. О чем это говорит? О том, что катушка наша не рабочая. Поэтому катушку позовем. Так, я взял другую катушку. Вот она еще даже теплая с машины, с рабочей. И тоже ТЭК. Тоже ТЦ-08А. Так, и теперь буду замерять здесь. Значит, сначала буду вторичную обмотку мерять. Так, на 20 кОмах. Что покажет? 11,8. 11,7,8. Где-то приблизительно так. При номинальном, то что должно быть, 12,8, 19,2. Напомню, что эта типа нерабочая катушка имеет 11,2, 11,3. Меньше показания. Так. Теперь самое интересное. Сделаю на 200. И пробуем первичную обмотку. Когда только я снял ее, она показывала мне на приборе, показывала так, как должно быть. Где-то приблизительно 0,7. Сейчас показывает один и один. Можно она разрядилась и теперь у нее другие показатели. Наша сгоревшая катушка показывает один и один тоже. То есть, у меня первичная обмотка была у них одинакова. Может быть, это не в катушке вообще дело. Но, по крайней мере, сейчас соберусь новая катушка. Я специально на ней наклеечка LH. Я себе буду знать, что это абсолютно рабочая катушка, поскольку я снял ее с рабочего автомобиля. Ставлю, пробую, заложу. Итак, я решил проверить. Поскольку показания этих двух катушек практически не отличались, то есть, есть предположение, что обе они рабочие. Хотя от сервисного мануала показания отличаются, но между собой рабочая катушка и так называемые нерабочие не отличаются, я решил поставить так называемую нерабочую. на тот теплый трамблер, с которого я снимал рабочую, и проверить, что у нас будет. Видите, я подключил уже фишку, надел люльки. Мотор еще теплый, поскольку это все занимает не очень много времени. Сейчас я его наживлю, чтобы потом долго не снимать. И проверю. Ключ упал. Между полуосью и кузовом. Так, достал. Повезло. Так, теперь зажимаю и пробуем стартовать. Качает бинзонасос, включился кондиционер. И вот она завелась. Глушу. Какой вывод? Разница с показаниями фабричными и показаниями на катушке все-таки есть. Но проблема не в катушке. Давайте посмотрим дальше, что может быть еще проблемой. У меня есть предположение, что это может быть окись на крышке распределителя зажигания. Но сколько там такое все зеленое, все такое плохое. Попробуем ее заменить. И еще раз попробуем стартануть. Только уже другую машину. Итак, если еще при разборке этого распределителя зажигания, трамблера, я заметил, что вот здесь вот такой белый нагар на контактах. Если на него нажать, вот таким образом крошится. Возможно, проблема именно в этом. Вот смотрите, что происходит. Как через это может проходить искра? Я даже не знаю. Но это полбеды. Вторая беда. Это сам разносчик. На что я обратил внимание? На вот эту каналу. Видите, вот здесь вот, чтобы свет был. Видите, такая канавка прям. Большая-большая, глубокая-глубокая. Что тоже может влиять на искру. Посмотрите над тем, какая канавка может быть. Видите, нет канавки. И разносчик более-менее нормально. То есть проблема может быть в самой крышке. Поэтому сейчас попробую зачистить контакты и заменить разносчик. И так, поставил катушечку с рабочего автомобиля. И что мы видим? Стартер крутит, а автомобиль не заводится. Запах бензина и горит чек. Искры по-прежнему нет. Но она и некуда, откуда было ей появиться. Это искре. Теперь можно работать дальше методом тыка. А можно проверить, какой чек у нас загорелся. Для этого можно попробовать продиагностировать автомобиль. Или скрепкой, как я показывал. Или же, ну опять же, дальше работать методом тыка. Что теперь делаем? Берем переходник, который вы постоянно спрашиваете, дайте ссылочку на него. Но мы же не интернет-магазин, мы не торгуем переходниками. Подключаем его в трехпиновый разъем. Вот он. Подключили. Так. Дальше. Берем наш ОБД. Соединяем с этим переходником. Видим, оживился наша диагностическая система. Honda Diagnostic System оживилась. Подключаю. Дали себе свой разъем. Вот когда я включу сейчас зажигание, что происходит? Чек тухнет. Но когда кручу, вот он мне вылез, этот чек. И сейчас запускаю диагностическую систему. Запускаю ее здесь. Убираю Honda CR-2. Пробег. Нужно обязательно выставить хотя бы три единицы. Дальше. Второворульный автомобиль. Год выпуска автомобиля. 98-й год. Дальше делаем диагностику. Honda System. Так. Пожалуйста, подождите. Очень быстро соединилась. Идем в двигатель. Убираем E-Fime. И замороженная дата. Приз дата. Посмотрим, что. TDC Sensor Ignition Output Control Failer. Так. Так. То есть. Окей. Проблема. Ignition Output Control Failer. Идемте посмотрим в интернете, что такое Ignition Output Control Failer. Failer. Failer Honda. Видите? Чуть ли не в топ-10. Это как вы сами видели. Проблема оказалась не в катушке. Не в крышке. Так. А при моменте, когда ты заводишь поворачивание, включая в третье положение, загорается чат. Диагностика показала, что это Ignition Output Control Failer. Что это такое? Значит, на форуме. Форум сервии. Тачк. Тата. Тут ребята борются с той же самой хворью. Так. И тут активно делятся номерами оригинальных коммутаторов. То есть. По форуму. Проблема именно в коммутаторе. Вот. Тут ребята меняют. И все проходит. Поэтому следующим пунктом меняем коммутатор. Пробуем. Так. Вот. Снова трамблер снят. Распредитель зажигания. Как хотите. Так и называйте. Снимаем все контакты. С него. Аккуратненько. Вот. Еще сбоку один. Вот этот, кстати, контакт. Вот этот боковой. Это как раз тот девятый, которого, ну, очень часто нет. Так. Вытягиваем его. Его номер. НЕК 854. МС 854. Вот такая вот гадость. Вот так он выглядит. Своим героям, как говорят, надо знать лицо. Ты что, снимаешь? Да. Так, если не лезет, разводим на 180 градусов. И вставляем. Должно вот таким щелчком характерно зайти. Наживляем на дисболк, ибо уже надоело закручивать на все три. Если все выйдет. А, да, аккумулятор я заменил. Я вам его показывал, правда? Все. Надеваем фишку назад. На свечнике все назад. И момент истины. В прямом эфире. Впервые в городе. Вот так вот это делается. Машина работает. Коммутатор заменен. Оффроуд продолжается. Поэтому надеемся, что видео было полезным для вас. И принесет какую-то вам пользу. Если у вас будут подобные проблемы с коммутатором или с катушкой. Возможно, принцип разборок самого разносчика зажигания, трамблера вам поможет. И, в общем, подписывайтесь на канал. Ставьте, не забывайте лайки. И смотрите наш оффроуд на этом автомобиле в ближайшее время. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok